Здравствуйте, друзья! Меня зовут Виктория. Сегодня я буду готовить сырные шарики. Сырные шарики буду готовить по новому рецепту, так как готовят в Европе. Присоединяйтесь ко мне, будем готовить вместе! Давно живя во Франции, я попросила этот рецепт у одной подруги и поняла, что здесь сырные шарики готовят именно так. Существуют и другие рецепты, и в следующих видео я вам их тоже покажу, но этот рецепт мне понравился особенно. Для приготовления сырных шариков мне понадобилось сливочное масло, сыр, мука, у меня много зерновая мука прямо с зернышками, одно яйцо, специи, молоко, панировочные сухари и растительное масло для обжар. В небольшую емкость я положила сливочное масло, мне его надо растопить на небольшом огне, немного помешивая. К маслу добавляю муку, 40 грамм муки и хорошо перемешиваю. Добавляю молоко 150 миллилитров и опять хорошо перемешиваю. Перемешиваю венчиком до однородности, венчиком перемешивать удобнее. Убираю с огня нашу массу, солю, перчу, добавляю немного мускатного ореха, но это не обязательно по желанию, и хорошо перемешиваю. Отделяю желток от белка и добавляю один желток в массу. Еще раз хорошо перемешиваю. Добавляю натертый сыр. Сыр нужно подготовить сразу, потому что нужно, чтобы он сразу растопился в горячей массе. Получается вот такая тягучая масса. Это нормально. Перекладываем ее в емкость. Я перекладываю вот в такую емкость. Так она остынет быстрее. И убираем в холодильник на 2 часа. Затем достаем массу. И с холодильника и визуально делим ее на несколько равных частей. У меня получилось на 14 штук. Оставшийся белок, у меня это яйцо, потому что я белок использовала для другого рецепта. Солим, перчим и формируем вот такие небольшие кружочки. Сначала кружочек обваливаем в муке, затем в белке или в яйце и в панировочных сухарях. Вот так немножко его формируем. Формируются они не трудно, но надо приспособиться. Я вот таким образом ложечкой сначала обваливаю в муке, потом вот так немного обравниваю как бы руками в яйцо и в панировочные сухари. Затем наливаю растительное масло в сковородку и разогреваю его на сильном огне. Немножко уменьшаю огонь и выкладываю шарики. Время от времени я их поворачиваю, чтобы они везде хорошо прожарились и не подгорели. Когда шарики хорошо зарумянятся, достаем их и выкладываем на бумажные полотенца. Подаем сырные шарики или как их еще называют крокеты из сыра на перекус, на закуску или аперитив, горячими или холодными. Сейчас я вам один разломаю и покажу какой он получился внутри. Получаются они не сухие, а такие довольно-таки сочные. Очень хороший рецепт. Ставьте лайк, если он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч!